Сегодняшний выпуск «Открытой политики» за номером 594 обещает быть очень длинным, но разнообразно содержательным. Потому усаживайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном, кофе, погладьте кошку и начнем. Для начала немного статистики, той самой статистики, которая становится все меньше и меньше, которую все труднее находить, но все-таки мы кое-что сумели. Например, за январь-март 2024 года естественная убыль населения Республики Башкортостан возросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Вот сравните цифры. В 2023 год естественная убыль за январь-март составила 3600 человек. То есть в абсолютном выражении в Республике стало жить на 3600 человек меньше. А уже в этом году, с января по март, мы недосчитались 4700 человек. То есть на 1100 человек больше. Вот такова вот динамика в том самом Хабировском раю. А еще РИА Новости сообщила о том, что Республика Башкортостан занимает совершенно непочетное 33 место в Российской Федерации по темпам роста заработной платы. Для сравнения, Республика Татарстан занимает 14 место. Причем ниже 15 места в этом рейтинге прирост зарплаты настолько незначительен, что в принципе где-то колеблется в районе статистической погрешности. Неудивительно теперь, наверное, что из региона бегут врачи, медсестры, токари и водители автобусов. Ну, бегут они от того самого счастья работать дома, которое им тщательно и в течение пяти лет организовывает дорогой Радий Фаритович. Помогая нашему каналу материально, вы не только ничем не рискуете, но вы основательно ремонтируете свою карму. Ведь поступать правильно не только приятно, но и полезно. Так что не скупитесь, помогайте нашему каналу, продлевайте его жизнь. Помочь каналу можно единственным способом, перечислить посильную для вас сумму на расчетный счет, который мы вам показываем, и который вы можете обнаружить в описании под любым видео на нашем YouTube-канале. И пока Республика Башкортостан погружается в омут демографического застоя и в омут экономического застоя, одновременно дорогой Атай всех башкир, Ради Хабиров, продолжает кружиться в вальсе фестивалей и форумов. Вопреки заверениям министра Шельдяева о том, что форум «Газнефть-2024» будет целиком и полностью посвящен вопросам газификации автомобильного транспорта, Хабиров на этом форуме огласил тревожную весть для жителей Салавата. Ради Фаритович согласовал строительство в одном из самых экологически неблагополучных городов Российской Федерации, каковым является Салават, еще одного химического предприятия по производству пластмасс и анилина. Честно говоря, я не очень знал, что такое анилин и полез в химические справочники. Так вот, согласно данным химической специальной литературы, анилин – это высоко токсичное для человека вещество и является так называемым кровеносным ядом. Ну, это по научной классификации. Отравление анилином вызывает гепатит, нервно-психические нарушения, провалы в памяти и так далее, и так далее. Предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе анилина составляет 0,3 мг на кубический метр воздуха. Так что предположу, что в случае осуществления вот этих вот планов Хабирова, на его втором, конечно же, сроке правления в республике Башкортостан, жителям города Салавата и окрестностей стоит немного отложить свои мечты об улучшении экологической обстановки и очищении атмосферного воздуха в их городе и вокруг него. Еще один праздник души Хабирова – это книжный фестиваль «Китаб Байрам». Этот самый «Китаб Байрам», который уже в народе прозвали «Затор Байрамом», парализовал Уфу задолго до начала самого собственного фестиваля. Пробки прибавили баллы из-за перекрытия целого ряда центральных улиц в Уфе. Пока там чего-то расставляли, монтировали и так далее, всю неделю проехать было невозможно. И все на самом деле вот это вот ради того, чтобы достойно встретить главную гостью книжной ярмарки «Мисс Вселенную» образца 2002 года, «Мисс Вселенную» 22-летней давности Оксану Федорову. Как связана литература и давно увядшие красотки 90-х, наверное, знает только сам, дорогой Радифаритович. Тем более, что эта странность и пристрастие к красоткам 90-х с ним не в первый раз. Еще в 2021 году в Уфу приглашали незабвенную Анну Семенович. Она тогда восседала на лошади и возглавляла парад «Снегурочек». Ну, так что Радифаритович в своем репертуаре. Родители уфимских школьников возмущались всю неделю в соцсетях тем, что их детей насильно гонят полюбить книгу и отвлекают от подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Но не все явились на Китаб-Байрам принудительно. Вот, например, Азад-солдат Барданов прибыл на праздник культуры и литературы, нарядно одетый и совершенно добровольно поучаствовал в мероприятии. Очевидцы утверждают, что он бродил по книжным развалам и спрашивал, не поступило ли в продажу новинка этого года, иллюстрированный букварь под редацией Никиты Михалкова. Завтра, 26 мая в 21.00, состоится 106-й стрим «Открытой политики». Так что подключайтесь, пообщаемся, поговорим, отвечу на все вопросы, на которые я буду в состоянии ответить. А если вы хотите прислать вопрос заранее, то присылайте и пишите его в комментариях вот под этим нашим сегодняшним видео. Я обязательно их прочитаю, все эти вопросы, обязательно их выпишу и постараюсь на них ответить. Так что завтра, в воскресенье вечером, 21.00, собираемся на 106-й стрим. Несмотря на то, что Государственное собрание Курлута Республики Башкортостан объявит официально дату выборов Хабирова 8 сентября только 30 мая, у Ради Фаритовича уже нарисовались грозные соперники. В ближайшее время мы услышим о первых соперниках действующего главы Республики Башкортостан на этих выборах. По моим сведениям, это будут предводитель уездных марксистов Юнир Кутлугужин и депутат Государственной Думы от ЛДПР Иван Сухарев. Оба они тщательно проверенные и надежные товарищи, такие борозды, как говорится, не испортят, но и глубоко не вспашут. Полагаю, что список вот этих, так сказать, кандидатов на сентябрьские выборы не будет закрыт Кутлугужином и Сухаревым. В запасе у Ради Фаритовича есть еще целая куча слегка оголодавших Гайсиных, Валеевых и прочих разных художников на подряде. Сам же Хабиров интенсивно формирует себе легион медийной поддержки. Внезапно вспомнили про ушедшего было в тень Элвина Грея. Спешно вручили ему звание народного артиста Республики Башкортостан и награждение певца Артом лично осуществил тот самый Азад Барданов. Не сомневаюсь теперь, что ни минуты не будет во время избирательной кампании Ради Хабирова без песен Элвина Грея и что агитировать за Хабирова Элвин Грей будет, конечно, изо всех сил. Странно только, что ограничились народным артистом. Могли бы и орден Шеймуратова пожаловать. Но, видимо, Элвин Грей доберет наличными, не бесплатно же ему петь, в конце концов, по деревням и селам Республики. Тут, как говорится, дураков нет. Это не то, что вам иноагент Мурзагулов, который пел во славу Хабирова совершенно бесплатно. У него либо язык длинный, либо ум короткий. Ураган и снег спасет ради Хабирова Наш башкар-тостанский супер-фиромен Если что не так, пиши в фейсбук Хабирову О, я хочу, чтоб там админом я был Как ни странно, только треть наших постоянных зрителей, а в месяц мы набираем до миллиона просмотров, подписаны на наш канал. Но, поверьте, количество подписчиков очень важно для нас, важно для продвижения канала, важно для того, чтобы большее количество людей увидело наши материалы. Так что обязательно подпишитесь на наш канал, подпишите друзей, знакомых, почтальона, участкового полицейского, и мир реально станет лучше. Практически ни один из наших выпусков не обходится без криминальной хроники соратников и подчиненных Хабирова. Наш нынешний, сегодняшний выпуск не исключение. Очень странное решение принял суд в Уфе в отношении экс-замминистра ЖКХ Республики Башкортостан Ильдуса Мамаева. Чиновник еще в 2020 году обвинялся в присвоении аж 113 миллионов рублей, выделенных на капитальный ремонт. Но его тогда не посадили. И вот только спустя 4 года суд требует от этого Мамаева внести в казну почему-то 103 миллиона рублей. Куда делись 10 миллионов, так и непонятно. Суд посчитал, что доходы экс-чиновника не обоснованы, но при этом суд не намеревается конфисковать имущество Мамаева, которого у него прямо, скажем так, в избытке. И тот же самый суд совершенно не требует того, чтобы Мамаев в уголовном порядке отвечал за свои деяния, то есть сел в тюрьму. Совершенно непонятно. Если ему вменялось присвоение, если, то тогда как же он до сих пор на свободе с таким счастьем? Ну, в самом деле, с другой стороны, подумаешь, 113 миллионов присвоил. Ну, не власть же он ругал или требовал там смены власти, избираемости власти или чего-нибудь такого еретического. Всего лишь присвоил 113 миллионов. Ну, можно же понять и простить, да ведь? А вот в камере СИЗО внезапно, неожиданно, и звонко запел арестованный экс-министр транспорта и дорожного строительства Александр Клебанов. Судя по всему, он пошел на сделку со следствием, пообещав выдать всех. Это реально, конечно, представляет опасность как для самого Хабирова, так и для многих-многих его ближайших подчиненных и братков. Говорят, уже собралась в отставку министр имущественных отношений мадам Полянская. Но если она как-то связана с Клебановым, предполагаю я, это, конечно, ей не поможет. Вот, например, вчера задержали проректора объединенного вуза, нашего вновь объединенного вуза, вот этого замечательного, Азата Янгирова. При этом этот самый Янгиров успел сменить свою работу не так давно, но костлявая рука правопорядка его настигла. Правоохранители сообщают, что задержание Янгирова не связано с его нынешней работой, а связано с предыдущей должностью в Институте развития образования Республики Башкортостан. Вот, развил образование Янгиров настолько, что его теперь задерживают правоохранители. Так что, как говорится, поздно пить боржоми, если вы с Клебановым имели какие-то непонятные и смутные делишки. Если это так, то для всех тех, кто эти делишки имел, наступают, по-моему, черные деньки. В республике опять подорожали услуги Техаса-Хабирова. Ну, то есть, говоря понятным языком, подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь базовый тариф составляет 41 рубль. Удивительный, просто поразительный комментарий по этому поводу выдал Минтранс Республики. Безымянный сотрудник ведомства объяснил средствам массовой информации причины удорожания проезда. И вот четыре причины, которые перечислил этот самый сотрудник Минтранса. Рост цен на топливо 20%. Рост цен на запчасти 80%. Автошины подорожали на 50%. Газ подорожал на 12%. Отважный сотрудник Минтранс Республики Башкортостан напрочь опроверг всю российскую пропаганду о процветании великой державы и неуклонном росте экономики. Ну, зато честно. Пока непонятно, что это было. Возможно, это новая такая концепция нового исполняющего обязанности министра транспорта Любови Минаковой. Может быть, еще что-то. Ну, в конце концов, недавно назначенный министр обороны Белоусов нам назидательно всем сказал, ошибаться можно, а вот врать нельзя. Может быть, Минакова так напрямую восприняла эту идиому, что ошибаться будем, но врать не будем. Тогда мои аплодисменты. В связи с подорожанием транспорта мы провели опрос на нашем телеграм-канале, кстати, на который не забудьте подписаться, называется он тоже «Открытая политика». И этот опрос был на тему, довольны ли пользователи общественного транспорта качеством автобусов, трамваев, троллейбусов и их работой в республике Башкортостан. В опросе приняло участие 1131 человек на данный момент. И результаты опроса абсолютно однозначны. Довольных 7%, недовольных 93%. Вот вам ответ на вопрос о качестве того самого Техаса Хабирова, который он нам здесь в Башкирии устроил. Судя по всему, в республике так и не решена проблема того самого пресловутого села Подольск, жителей которого ОГМК и местные власти убеждают съехать со своих мест жительства и освободить земли, богатые полезными ископаемыми. На минувшей неделе в администрации Хабблинского района, где расположено то самое злополучное село Подольск и те самые злополучные недра, состоялась встреча с жителями, на которую, по словам Буранба и Аскарова, опускали далеко не всех. Активисты утверждают, что вездесущий азат-солдат Барданов, представлявший на этой встрече интересы местных властей и ОГМК, не допустил до обсуждения проблемы некоторых неугодных ему посетителей. Ну то есть там, видимо, началась какая-то избирательность. Вот с вами будем говорить, а с вами не будем говорить. Пока трудно прогнозировать, чем закончится эта длинная-длинная история, но могу уверенно сказать, азат-солдат Барданов это точно не тот человек, которого нужно посылать решать щепетильные вопросы. Точечная застройка, с которой так убедительно обещал бороться, но не справился ради хабиров, это, конечно, проклятие Уфы. На каждом участке размером со спичечный коробок в Уфе втыкают высотки, тем самым парализуя и так не самый просторный город. Ну вот последняя идея в этом жанре поразила меня до глубины души. Даже меня, привыкшего к этому произволу застройщиков, которыми наблюдаем многие годы. Буквально вчера мне поведали о проекте возведения гигантского здания прямо внутри периметра гостиного двора. Не на территории гостиного двора, а внутри. Вот там, где стеклянная крыша самой гостинки, вместо этой стеклянной крыши воткнуть огромный небоскреб. Причем, невзирая на то, что сам гостиный двор является объектом культурного наследия, существует некая уловка в градостроительном кодексе под названием «Улучшение». Вот при помощи этого небоскреба будет улучшен, видимо, гостиный двор. По крайней мере, такой проект существует. И если эта задумка будет осуществлена, то тут уж мы точно уже видели все. Впрочем, надежда, как обычно, умирает последней. И, возможно, надежда на то, что строительство Уфы все-таки уйдет за реку, как говорится, существует. На днях было утверждено решение о застройке 25 гектаров за Уфинкой вдоль того самого пресловутого восточного выезда. Кто будет застраивать эту площадь, пока неизвестно и не определено. Но понятно, что застройщик должен располагать какими-то немыслимыми ресурсами, как материальными, так и административными. Ибо по ту сторону у Уфинки напрочь нет никакой инфраструктуры, нет никаких коммуникаций и инфраструктуры коммунальных ресурсов. Кроме вот этой самой дороги. Там нет водопровода, там нет канализации, там недостаточно электрических машинностей. Все это нужно возводить. Не уверен, что отдельно взятому застройщику это по зубам, возможно, будет подключен какой-нибудь нацпроект. Деньги действительно там должны быть инвестированы гигантские. Как говорится, поживем-увидим и надежды на то, что точечная застройка все-таки у нас в Уфе хоть сколько-нибудь прекратится, существует. И напоследок немного скандалов. На этот раз, как ни странно, скандал случился в самом отдаленном уголке республики Башкортостан и даже обошелся без участия пресловутого азата солдата Барданова. Скандал случился в Белорецком районе, на прославленном Айгире. Там была предпринята попытка сделать вход на природу платным. Появился баннер, на котором написано, что дальше проход уже бесплатно по природе не получится, нужно заплатить 200 рублей. Услуга, впрочем, просуществовала всего несколько часов. Ровно столько, сколько потребовалось распространению со скоростью лесного пожара в социальных сетях этой возмутительной новости. Инициатива предпринчивых граждан была яростно осуждена главой района Андреем Иванютой, а также всей православной общественностью, я полагаю. И, собственно, это дело все закончилось. Баннер убрали, прокляли и запретили взимать деньги за вход на природу. Лес на поверху оказался общественной, государственной собственностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова